Более 220 детей с особенностями психофизического развития, а также их родители и педагоги стали участниками большого праздничного действа в Центре молодежного творчества. Программа «Последнего насыщенное начало» положила награждение победителей и призеров выставки конкурса «Рука об руку». По словам организаторов, выбрать лучшие работы из 40 представленных оказалось делом непростым. Каждая была достойной, если не победы, то призового места точно. Почему такое название? Потому что в Беларуси активно развиваются инклюзивные процессы и наша обрезкая область не является исключением. Поэтому такое может быть не совсем обычное название «Рука об руку», но оно о многом говорит. Вместе, взявшись за руки, мы сможем гораздо больше, чем поодиночке. Работа аниматоров, хоровода «Вокруг елки» и театральное представление «Новогоднее приключение в королевстве кривых зеркал». Следующие части программы. Отзывы ребят и их близких о празднике положительные. Есть среди гостей те, кто приезжал в Брест в предновогодние дни и раньше. Они отмечают, программа становится интереснее и насыщеннее. Понрава атмосфера вокруг и тем, кто приехал впервые. Первые впечатления замечательные, чудесные. Столько всяких персонажей мультяшных. И такая елка. Посмотрите, как ребенку нравится. Хотя мы такую долгую дорогу и мучительную, потому что ночью вставать и ехать далеко. Но это того стоит, это замечательно. Проводить такие праздники, ну не знаю, наверное, надо почаще. Я уже не первый раз приезжаю на это свято. Мне подобается. Мне подобается, как тут упрекожили все. И, ну, это и в первую очередь наткнение для новых вершев. Я письменник сам. Тому и это вельми корыстное. Корыстное то, что я приезжаю сюда. С каждым годом в подобных инициативах принимают участие все больше волонтеров. В основном это молодежь, студенты. Однако есть и опытные участники со стажем. Существуем мы уже, ну, порядка 10 лет. Люди, кто-то уходит, кто-то приходит. У нас уже очень много друзей. Это и байкеры, и различные автоклубы, мотоклубы, организации, которые с удовольствием откликаются на нашу помощь в сборе и подготовке каких-то мероприятий для особенных детишек. Так что мы уже долго занимаемся этим. Что дает, вы знаете, наверное, так однозначно очень сложно сказать. Для меня это такое вот как вторая жизнь. То есть у меня есть одна повседневная жизнь, где моя семья, работа, быт, все такие домашние дела. Есть вот эта вот жизнь совершенно другая. Дает отдачу просто колоссальную. Сегодня на Брещене проживает более 18 тысяч детей с особенностями психофизического развития. И очень важно, чтобы все они имели возможность почувствовать приближение главного праздника в году. Новый год – это праздник, это ожидание чуда. И я очень надеюсь, что не только для тех ребят, которые сегодня здесь присутствуют, но и для тех детей, которых в этом году в учебном, в области, насчитывается 18 316 ребят. До каждого из них новогодний праздник дойдет и в дома, и в учреждения образования. Ну и надеюсь, в сердца их и в памяти останется надолго. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».